Сегодня у нас новая встреча экспертно-аналитического клуба. Мы будем говорить о союзных программах и что изменится в отношениях Минска и Москвы. Меня зовут Наталья Ганзиевская, я представляю пресс-клуб Беларуси и сомодерирую встречу сегодня. Наши спикеры. Павел Мацукевич, старший аналитик Центра новых идей, ранее временно поверенный в делах в Беларуси и Швейцарии. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Павел Слюнкин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям. Экс-первый секретарь Управления Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер. Анатолий Паньковский, редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» и «Белорусского ежегодника». Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. И Валерий Карбалевич, политический обозреватель «Радио Свобода». Витаю вас, Валер. Добрый вечер. Модератор встречи Вадим Можейко, Белорусский институт стратегических исследований. Здравствуй, Вадим. Доброго вечера. И еще буквально несколько организационных моментов, прежде чем мы перейдем к дискуссии. Наша встреча состоит из двух частей. Первая часть – это выступление спикеров. Вторая часть – обсуждение и вопросы. Во второй части может каждый участвовать из присутствующих. Если вы захотите высказаться или прокомментировать что-то, пожалуйста, воспользуйтесь в чат, чатом или поднимите руку. Для этого выберите соответствующий значок внизу экрана в зуме. Сейчас передаем слово модератору дискуссии Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Да, спасибо, Наталья. Еще раз всем добрый вечер. Когда Наталья так сказала, что включать свои микрофоны, она вежливо не упомянула, что если кто-то не будет включать микрофон, и будет шумно, Наталья сама будет включать свой микрофон, что она сможет как модератор. Действительно, сегодня мы поговорим о тех самых, я бы сказал, многострадальных 28-ми союзных программах, которые до этого успели побывать с дорожными картами, и про которые, я бы сказал, так много лет было столько разговоров, а в итоге, кажется, мы получили сплошную гармонизацию по крайней мере в той предварительной краткой версии, которая пока российской стороной была опубликована. И действительно, вокруг этих разных карт, союзных программ было сломано немало копий, и начиная от того, что все это будет вообще полным шипком, и заканчивая тем, что всегда у нас бывают такие опасения закончится вообще полной оплатой независимости, и прям завтра Лукашенко даст все к Кремлю. Но сейчас вроде бы этот процесс привился много лет, приближаясь к логическому завершению, союзные программы уже, значит, Лукашенко-Путина, саплассованы, на совместном заседании правительств одобрены, а впереди еще остается и окончательное утверждение и вступление в действие. Но уже сейчас хотелось бы поговорить, конечно, и не только об этих союзных программах, но и продолжить о том, в принципе, как будут дальше развиваться отношения Минска и Москвы, что нас ждет, и как все это будет стриматься, конечно, и другими внешними игроками. И сегодня у нас, как мы видим, спикеры, это тоже такое, я бы сказал, последствия, последствия Беларуси 2020, когда два спикера из четырех аспекту ранее работали в МИЗе, это мы пересекались ранее, еще демократический вопрос в этом нет, поэтому, я надеюсь, сегодня мы сможем увидеть такой разностроенный взгляд на эту ситуацию, и поэтому я предлагаю тогда начать с обсуждения того, насколько все-таки эти союзные программы сейчас угрожают суверенитету, или это действительно какая-то мелочь, незаслуживающая, по сути, внимания, которым мы ее уделяем. И, наверное, тогда предлагаю начать в том же порядке, в каком мы наших спикеров представляли, как это обозначено в анонсе. Поэтому, сколько у нас сегодня, два Павла, поэтому будем по фамилиям, Павел Куцекевич, тогда, прошу, начинаем с вас. – Да, Вадим, спасибо огромное. Ну, касаемо интеграционных программ или в прошлом карт, я все-таки думаю, что не нужно как недооценивать эти документы, не нужно так их и переоценивать. Я рассматриваю эти документы как процесс. И в моем понимании самое важное здесь – это то, что этот процесс, с августа или сентября прошлого года, интеграционный процесс, возобновился. И как раз согласование этих карт является в этом смысле знаковым событием. Мы не знаем до сих пор содержание этих карт, не знаем конкретных обязательств, которые там прописаны. На этот счет можно действительно только спекулировать. Но, опять же, здесь тоже есть принципиальный момент. Эти карты еще полтора года назад белорусская сторона предпочитала держать под сукном и не доставать. И лишь политический кризис вынудил вспомнить о них и пойти на их согласование. То, что касается… И в этом как раз таки, на мой взгляд, и есть их самое главное значение, как симптом того, что все-таки процесс интеграции пошел. Вместе с тем, я бы не стал переоценивать их значение в связи с тем, что так или иначе все ключевые вещи, особенно в части какого-то ущерба или утечки национального белорусского суверенитета, они уже были прописаны в законах и соглашениях, принятых в конце 90-х годов. И самый главный из них документ – это был договор о создании союзного государства Белоруссии и России, где прописаны, во-первых, все атрибуты, скажем так, создаваемого государственного объединения, все атрибуты объединения, как некого действительно государственного объединения, начиная от флага, гимна, конституции, единых органов, парламента, вплоть до даже возможности единого членства международной организации. И, к счастью, опять-таки в моем понимании, большинство из этих принципиальных договоренностей по тем или иным причинам так и не заработали. Однако, опять возвращаясь к теме недооценки, возможно, недооценки, почему нельзя недооценивать интеграционные программы, я думаю, что Беларусь сейчас находится в принципиально иной ситуации, в отличие от той, которая была, скажем так, на рубеже начала 2000-х годов и далее. Все-таки в те годы в большей или меньшей степени у Беларуси было определенное поле маневра, был, так сказать, угол, где можно было спрятаться от российских, скажем так, интеграционных приставаний, можно было изображать попытку усидеть на двух стульях и тем порой добиться каких-то уступок со стороны России. Сейчас принципиально иная ситуация. Такого уровня давления, такого уровня неприятия белорусского режима в истории этого режима, скажем так, не было. И у белорусской стороны в реальности очень мало шансов действительно где-то добиться каких-то уступок, скажем так, России или сильно сопротивляться ее настойчивости. Другое дело, что, опять же, в этой принципиально новой ситуации Россия может себе позволить положиться на фактор времени и, возможно, какие-то тактические задачи и цели, которые она ставит перед собой сегодня, позволяют ей, скажем так, сегодня повольно развивать экономический трек интеграции, отложив в сторону политический трек. Хотя я думаю, что эти процессы взаимосвязаны, потому что мы видим картинку интеграционной карты и даже по этому случаю впервые за шесть встреч какую-то пресс-конференцию. Но за всем этим стоят пяти, шести, семи часовые переговоры Лукашенко с Путиным, реальное содержание которых по сей день нам неизвестно. Поэтому моя заключительная мысль, я бы предложил все же очень настороженно относиться к этим документам, просматривать их как признак стартовавшего интеграционного процесса. И в моем понимании этот интеграционный процесс в тех условиях, в которых сейчас находится Беларусь, он априори не может быть выгодным Беларуси. Потери суверенитета неизбежны, и эти потери были прописаны, в частности, в договоре 99-го года. И я боюсь, что именно к выполнению этих договоренностей или, скажем так, в направлении выполнения этих договоренностей мы и начали движение. Спасибо. Спасибо, Павел. Мне очень понравилась эта метафора про промежность и спрятаться от российских интеграционных приставаний. Очень актуальное сравнение, но сплошное, значит, это правильно проназывать абьюз. Абьюз со стороны России, российское приставание в регионе, которое ко всем не очень ласково к соседям подкатывается своими идеями, и как бы давайте, может, интегрируемся немножко. А соседи пытаются как-то вежливо увельнуть. Хорошо, давайте тогда послушаем мнение второго Павла, также в прошлом сотрудника МИДа. Павел, какое ваше мнение по поводу этих дорожных карт? Насколько действительно вот эти угрозы суверенитету, насколько они реальны именно от дорожных карт? Ну, я начну с кратких выводов, да, моих, чтобы задать, может быть, темп своему выступлению, а потом чуть подробнее остановлюсь на основных тезисах. Первый мой вывод – это то, что аншлюса не произошло, вновь не произошло, в седьмой раз за год не произошло, и в неизвестно какой раз за всю эру Лукашенко не произошло аншлюса. Его постоянно ожидают, но он никогда не происходит. Вот, и я сказал бы, что его не стоит ожидать в ближайшем будущем. То есть это не значит, что он не произойдет никогда, и Павел Мацукевич, он прекрасно очертил возможности такого сценария, но, по крайней мере, в ближайшем времени я не вижу, что мы движемся именно в этом направлении. Речь о потере суверенитета. Второй вывод – это то, что уязвимость Лукашенко и его зависимость от России, вот на данный конкретный момент, она очень глубокая, но не настолько глубокая, чтобы Москва могла эффективно принудить его именно к сдаче суверенитета, ну и, соответственно, к потере его собственной же власти. При этом такого желания, вот как мне кажется, по последним событиям не наблюдается у самой России. Мне кажется, она сама признала себе в том, что она не может принудить Лукашенко вот быстро сдать свою власть и сдать суверенитет Беларуси. И поэтому она сделала ставку на такое медленное удушение или методичное укрепление своей роли для него персонально и для страны. И будет формировать вот этими действиями лучшее будущее, когда вот это принуждение к интеграции может стать куда более эффективным, чем оно является сейчас. Вот пока очевидно, силу России на данном этапе недостаточно. Ну, в силу, наверное, не того, что Россия слабала, потому что еще Лукашенко не настолько от нее зависима. Экономика Беларуси еще показывает там жизнеспособность. И он не готов пока сдаваться полностью. Несмотря на отсутствие поглощения, сам тренд на углубление зависимости продолжается и будет продолжен наверняка. Он идет медленным темпом, но развернуться с этих рельсов Лукашенко будет очень сложно. Я бы даже сказал, что его нынешнее положение и внешнеполитическое, и внутреполитическое, оно программирует его на этот путь. Возможно, Лукашенко, его тактика заключается в том, чтобы сейчас отбиваться, ожидая, что ситуация какая-то на каком-то из контуров, на внешнем или на внутреннем изменится в его пользу, и он попытается снова каким-то образом расслабить эти московские объятия. Ну и последний вывод вот в этой части это, что выбирая из перечня сфер интеграционных, в которых он мог бы делать уступки, он выбирает не политическую, не экономическую, а именно военную. Он расплачивается с Путиным за его поддержку, за поддержку его персональной власти, именно активным ближением военнослужащих. Но это уже, наверное, во второй части нашего вопроса мы поговорим, а сейчас я еще не завершаю, если у нас есть время, то я подробнее немножко остановлюсь на этих пунктах. Вот итоги переговоров Лукашенко и Путина в российских государственных белорусских СМИ, вот провластных, да, они преподносились как исторические, прорывные, и вот пресс-конференция сама, она была такой вауре, там, вот, да, мы снова достигли чего-то там великого, это продолжение соглашений 99-го года, но как только на сайте правительства были опубликованы эти 28 карт союзных программ, стало понятно, что громких достижений на самом деле это и нет. С другой стороны, справедливо и важно заметить, что пока мы не увидим текст соглашений, вот полный текст соглашений, не то их короткое содержание, а именно в том виде, в котором они будут исполняться и с которым будут работать наши правительства, государственные органы, говорить о каких-то интеграционных прорывах, ну, вот, с моей точки зрения преждевременно, он также преждевременно говорит о том, что угрозы никакой эти союзные программы не несут. Наверное, наиболее важное это то, что статус правовой этих документов, он вообще не ясен. Непонятно, что они из себя представляют. Это какие-то соглашения, проработанные детально, в которых очерчиваются условия, обязанности сторон, сроки, или это все-таки какая-то разновидность очередных дорожных карт по достижению таких соглашений или по переговорам по направлению заключения таких соглашений, в которых там много расплывчатых формулировок и в которых сторонам еще предстоит согласовать множество позиций. Вот, собственно говоря, от этого и зависит оценка вчерашних этих заявлений, заявлений Путина Лукашенко на пресс-конференции. Стороны анонсировали единый рынок нефтепродуктов, электроэнергии, интеграцию валютных, платежных систем, равный доступ к госзакступкам, но здесь также непонятны эти условия формирования. Было много слов, я их бюрократическими эфемизмами называю, или кто-то может сказать, что это казуистика такая бюрократическая о гармонизации, выработке единых подходов, синхронизации, унификации. И вот в зависимости от того, что люди, подписывающие эти документы, подразумевают под этими словами, собственно говоря, и зависит, как мне кажется, будущий успех этих программ. Если разделить это краткое содержание 28 пунктов на несколько частей, попробовать их как-то структурировать, то здесь можно выделить один блок, в котором речь идет о гармонизации. Здесь упоминается финансовая сфера, валютное регулирование, налоговое и таможенное законодательство. И, как мне кажется, исходя из этой формулировки, она не зря была подобрана, можно предположить, что либо у сторон нет сильной заинтересованности в создании именно единых норм, либо они понимают, что это просто невозможно в силу разности систем и интересов сторон. Второй блок, его заглавить можно как унификация, это слово в этих пунктах значится в союзных программ. И в данном случае предполагается не просто сближение норм, но и, как я полагаю, выход на общие основы, возможно, даже единые основы. В этот блок попали нормы регулирования в транспортной сфере, торговли, конкуренции, туризма, защите прав потребителей, то есть уже что-то такое менее важное, где уступки могут быть более легко достижимы. Еще один блок, он подразумевает интеграцию, то есть он как раз включает в себя слово «это интеграция». И по планам интегрированы должны быть платежные системы в области национальных платежных систем, государственные информационные системы по прослеживаемости товаров, маркировке товаров, ветеринарному, фитосанитарному и транспортному контролю. Ну и здесь очевидно, что это такое движение в сторону взаимного контроля за потоком товаров. У Беларуси и России торговые и экономические отношения очень тесные и постоянно возникают конфликты в этой сфере. И я думаю, что здесь скорее всего интеграция все-таки будет подразумевать переход Беларуси на российский продукт. Либо на создание какого-то единого продукта, возможно, на базе существующего уже российского. И с одной стороны, эти нормы, если они будут приняты, механизмы контроля будут общие, они с одной стороны создают большую прозрачность для контролирующих органов двух стран, повышают эффективность борьбы с контрабандой, неэлегантным товаром, ускоряют прохождение выборочных проверок на границах. Но с другой стороны, возможно, белорусская страна надеется, что и Россельхознадзор благодаря интеграции в этой сфере, он будет гораздо более лояльен к сельскохозяйственной продукции, эти ограничения в отношении ее можно будет легче снимать. Но с другой стороны, зная о том, насколько глубоко проникают эти нелегальные схемы в отношения белорусско-российские торговые, вот эти контрабандные товары, и то, как Беларусь использовала эти санкции России против европейских стран, как доставлялись санкционные европейские товары на территорию России, как России это не нравилось. Зная эти все нюансы, у меня есть большие сомнения, что действительно успех в этом направлении возможен. Просто из-за того, что огромное количество лоббистских групп или самих представителей властей двух стран будут отстаивать лично свои интересы, в том числе финансовые, для того, чтобы их бизнес-интересам ничего не угрожало, чтобы эти схемы продолжали работать. Насколько глубоко готовы эти стороны пойти для реализации этой интеграции, мне кажется, будет зависеть успех. Ну и последний пункт это про тот блок, который включает в себя два слова одновременно. Формирование и второе слово единый. Это, наверное, наиболее амбициозная часть этих союзных программ. И здесь стороны заявили своей целью формирование объединенных рынков нефти, электроэнергии, газа, атомной энергии, аграрной и промышленной политики. И вот у меня эта часть вызывает наибольшее количество вопросов. Во-первых, остается непонятным, каким образом будут разрешены базовые противоречия, которые не позволяли создать эти единые рынки Беларуси и России все это время. Во-вторых, опубликованный текст, он не содержит никаких ссылок на возможные сроки. А вот в случае с газом сроки были обозначены, это 1 декабря 2023 года, но даже там речь идет не о создании рынка газа общего, а о том, что сторонам предстоит выработать единые принципы функционирования этого рынка. И я не исключаю, что и к 1 декабря 2023 года они так и не будут выработаны, и эти сроки просто будут постоянно сдвигаться. А если учесть внутриполитическую динамику Беларуси, и учесть, что это два с лишним года до заключения этого соглашения, то это такой пас в будущее в надежде, что там в этом будущем будет гораздо больше шансов на создание этого единого рынка, противоречий будет меньше, и что компромисс может быть будет достигнут. Я так думаю, что стороны понимают, что сейчас это невозможно, поэтому давайте отодвинем, возможно, когда-то нам удастся. Эта же тактика использовалась в 2019 году, когда стороны общались по поводу интеграции и пасовали с уровня президентов на уровень правительства, потом обратно президентам. Вот я думаю, сейчас они пасуют с уровня сейчас, когда-нибудь потом в будущем. Ну пусть это будущее будет 2023 год. Я думаю, что аналогичная ситуация, несмотря на то, что об этом не говорили, сроки не обозначали, ждет и общий рынок нефти и электроэнергии. Возможно, с атомной энергией будет компромисс достигнуть проще, просто потому, что рынок атомной энергетики в Беларуси только начинает формироваться, он сильно зависит от России. Ну а в остальном, мне кажется, что здесь это скорее больше желания, чем реальные возможности. Вот я остановлюсь здесь. Спасибо большое, Павел. Спасибо за этот перевод с бюрократического консервита на понятные людям смыслы. Что это прекрасное слово по гармонизации и дефекации? Что это значит? Хорошо, я бы тогда хотел передать слово Анатолию Паньковскому. Анатолия, я сейчас не вижу камеры. Анатолий с нами сейчас камеры сможет включить. Чтобы действительно продолжить этот разговор о влиянии этих карт, я знаю, что Анатолий недавно про это в том числе писал. Анатолий, Анатолий, Так что тебе слово, да. Что думаешь про эти карты? Дело в том, уже много лет мониториваю этот процесс и иногда кажется, что за этими мелочами и за кустами я не вижу самого процесса. Приходится иногда вспоминать, что это вообще такое договор о создании союзного государства 99-го года. А ведь программа нынешней является его своего рода перевернутой версией, то есть приложением к нему, поскольку в нем прописывается общее положение, а нынешний этап интеграции, назовем ее на всякий случай пульсирующей. Есть у нее такие моменты этапа возгорания и затухания. Там предполагается движение снизу вверх от каких-то маленьких согласований и организаций, гармонизации к более общим, как уже сказано Павлом, вот этим единым вещам, единым рынком, допустим, электроэнергии и газа. На самом деле эти дорожные карты, раньше они назывались два года назад, или сейчас это союзные программы, это являются планы по составлению планов, то есть планы по нормотворчеству в определенных сферах, налоговое законодательство, валютное регулирование, макроэкономическая политика и так далее. Медведев два года назад говорил тогдашний глава правительства, что они будут наполняться конкретным содержанием до 2020. Ну, в общем, еще, наверное, 9 лет. Ну, вероятно, Мишуткин решил ускорить процесс с Путиным, и сейчас, если раньше говорили о едином рынке, едином энергетическом рынке, там есть по газу планы, по нефти, нефтепродуктам, и единый рынок электроэнергии, его планировали не в 2005-2006 год, до недавнего времени, сейчас называется уже 23-й год, конец 23-го года, вот еще два с лишним года, мы можем там подождать, посмотрим, как вот это единое энергетическое пространство получится. Ну, я так понимаю, что, в принципе, осел, он не идет за морковкой, если ее не видит. 2005-й год, это 2025-й, это долго ждать, 23-й, это ближе, и вот, следовательно, осел пойдет за морковкой, ну, так, во всяком случае, предполагается. Вот, в общем, конкретным содержанием, то есть, каким-то деятельность в области нормотворчества, вероятно, 9 лет должна и продолжаться, я не знаю, поскольку, собственно, реализация этих положений союзного договора в пульсирующем таком варианте, она уже более 20 лет, мы процесс этот в общем-то созерцаем. что касается, сказав в самом начале, то, что я хотел сказать в конце, поскольку был задан вопрос о суверенитете, мне тут понравилась фраза утечка, я, в общем-то, не против различного рода утечек в суверенитет, неважно, в какой версии мы его понимаем, как Жан Боден понимал в старой версии или в более каких-то современных воплощениях представления об этом, это ведь хорошо, какая-то гармонизация или установление правил игры в разнообразных там сферах, поскольку в данном случае непонятно, вот суверенитет мы там говорим, трассе, его торговли, кто понимается под сувереном народ или тот, кто делает вид, что он народ, поскольку в данном случае любые ограничители внешне воспринимаются как вмешательство во внутренние дела, такое вот понимание абсолютного суверенитета предполагает и свободное толкование международных договоренностей, и разнообразное международное обязательство, там неважно это с Россией или с кем-то еще, в том числе связанное с юридическими гарантиями для инвесторов, прав человека и так далее. А всякая апелляция к внешним нормативам, пусть и возложенных на себя Беларусью добровольно, трактуется зачастую здесь как вмешательство внутренних дел. Это при том, что введенная в 2005 году новая норма международного права, это инициатива такая, обязанность защищать. Да и респонсор были ту протект, которая трактует суверенитет не как привилегию, а как обязанность по защите людей, проживающих в пределах границ государства и делегирующие в некоторых случаях эту обязанность международному сообществу. Здесь эту инициативу предпочитают не знать, поэтому я за то, чтобы университет, ой, суверенитет университет, чтобы были утечки, чтобы происходило какое-то в правовом и юридическом смысле тоже происходила какая-то гармонизация, в противовес вот этому туземному пониманию суверенитета как право на самоизоляцию. Ну, если я тут заговорил о каких-то юридических вещах, это, в общем-то, для меня, наверное, не характерно, то я хотел бы сказать следующее, что непонятен юридический статус, во-первых, дорожных карт. Или союзных программ, назовите как хотите. Кроме того, сам договор о создании союзного государства никак не прописан в ООН и в этом смысле не является международным документом. Его статус непонятен и загадочен. Второй момент. Непонятно, каким образом принудить сторону к выполнению договоренностей, даже достигнутых. И даже если конкретные программы будут наполнены вот этим содержанием, как принудить Беларусь и Россию их выполнять, в общем-то. Есть ли какая-то третейская сторона? Ее нет. Как и нет наднациональных органов. Это органы, скажем так, на бумаге. Путин сказал, что там, допустим, союзный парламент. Ну, давайте подумаем об этом завтра. Потому что непонятно, на основе какого избирательного права мы такой союзный парламент можем сформировать. То же самое касается многих других вопросов. Ну, к счастью, добились каких-то подвижек по союзному роумингу. Можно считать большим достижением. Я сомневаюсь, что в видимой перспективе, там, говорят, два года какой-то единый рынок газа вообще может работать. Потому что ведь что просит Газпром? Он просит доступ к распределительным сетям. Он является продавцом, но не является покупателем собственной продукции на нашей территории. А его интересует именно вот этот последний доступ к потребителям, где, собственно, и формируется сверхприбыли. Я не думаю, что Минск отдаст эту возможность Газпрому, а если Минск так решил не отдавать, то Россия решит не формировать этот единый рынок нефти и газа, это вожделенная мечта о газе по цене Смоленской области, так и останется мечтой. Вот. Раз уж я тут вспомнил про Газпром, когда Белтрансгаз покупался, они зарегистрировали эту сделку в ГААЕ. и это важно. Почему? Если бы Минск предпринимал какие-то попытки в плане национализации, то в принципе по запросу Газпрома было бы арестовано несколько вагонов с продукцией Беларуськалия или продукцией каких-то сахарных заводов для возмещения этого. В данном случае, если кто-то не выполнит какую-то союзную программу, это вообще как бы непонятно кого касается. И поскольку такая возможность остается, я считаю, что стороны будут ей пользоваться, возвращаясь к торговле, интеграции, суверенитетам чем угодно еще много времени. При сохранении текущих тенденций, то есть Лукашенко власти, Путину власти, вся эта машина будет работать дальше. На этом пока все. Спасибо. Действительно, хорошо, что вспомнил про роуминг. Всегда, когда кто-то говорит, что завтра все нафиг Монусирует Беларусь, согласует глобальные вещи, всегда вспоминается, что теории до сих пор не могут нормально согласовать отмену роуминга, хотя казалось бы, какой масштаб проблемы. Снизили цену, в любом случае, какая-то подвижка. Не прошло 30 лет, как снизили цену на роуминг. Это серьезно. Скоро интегрируемся. Хорошо. В таком случае, как говорится, last but not least, последний, да, по порядку никак не по значимости. Слово Валерию Ивановичу, который за всеми этими процессами наблюдает, наверное, может быть, дольше всех нас и как раз все моменты подписания Союзного договора 1999 года и ощущение тех угроз тоже хорошо помнит. Валерий Иванович, как на ваш взгляд, насколько вот нынешнее подписание ситуацию принципиально изменило или не особо? Тут ведь сразу возникает вопрос, почему удалось вообще подписать эти документы? Я хочу напомнить, что в 2019 году, когда, собственно говоря, весь год шло обсуждение дорожных карт, подписать их не удалось, хотя согласованы были, по-моему, и 27, и 28, и 31, но их подписать не удалось. И тогда белорусская сторона предлагала, давайте подпишем те карты, которые согласовали, ну а те, которые не согласовали, будем дальше продолжать дискуссии о них, а тем временем Россия возвращает субсидии, которые были сняты практически с момента предъявления ультиматума Медведева в декабре 2018 года в Бресте. Но Россия заупрямилась и сказала, что нет, все карты должны быть в одном пакете, либо подписываем все 31 карту, либо не подписываем никаких. И тогда процесс застопорился. А вот сегодня документы были подписаны. Почему? Обе стороны пошли на уступки, пошли на компромисс. Если, скажем, в тех документах 2019 года акцент делался на унификацию, то вот сейчас, как мне представляется, больше акцент делается на гармонизацию, что немножко разные вещи. То есть эти документы стали более декларативны, поэтому и проще стало согласовать их. Те спорные моменты, которые были, они просто вынесены за скобки. Скажем, белорусская сторона настаивала, чтобы обязательно в этих документах было указано, что с какого-то конкретного года Беларусь покупает газ по внутророссийским ценам, сейчас это выставлено в какую-то такую программу, где говорится только о создании принципов. То есть обе стороны были заинтересованы в том, чтобы сейчас что-то подписать. Почему? Ну, по каким-то, я думаю, внутрополитическим соображениям. В России выборы, Госдуму должен быть какой-то яркий пиар, какое-то впечатление внешнеполитической победы, и эти документы как бы сыграли, должны сыграть такую роль. Что касается Беларуси, то сегодня белорусская сторона гораздо больше заинтересована в поддержке со стороны России, особенно накануне того, как западные санкции начнут действовать, и Беларусь хотела бы получить за готовность подписать эти документы серьезную финансовую компенсацию, наверное, гораздо большую, чем ту, которая была озвучена в ходе пресс-конференции. Поэтому документы подписаны. Что касается вопроса об угрозе суверенитета, ну, вопрос, конечно, актуален, потому что, ну, любые международные союзы их ограничивают этот суверенитет. И чем теснее союз, тем больше политика государства проводится с оглядкой на партнера. Ну, а сегодня интеграция Беларуси с Россией настолько тесная, что любые новые шаги в этом направлении означают дополнительные ограничения суверенной политики. Понятно, что эти программы усиливают влияние России на Беларусь, хотя бы самим фактом, потому что, ну, это, какие бы ни были они декларативные, они формируют какую-то институциональную привязку к России в экономической сфере. Хотя и нет там наднациональных органов, регуляторов, но все формирующиеся переговорные площадки, какие-то консультативные структуры по 28 направлениям, а ли так или иначе, ну, если не будут связывать руки белорусскому правительству проведение самостоятельной макроэкономической политики, то, во всяком случае, придется это делать с определенной оглядкой на партнера. Вот пока, наверное, все по первому вопросу. Спасибо, Валерий Иванович. Действительно, любые соглашения неизбежно ограничивают и привычка дали дать. Анатолий говорил, в некотором смысле само по себе это может неплохо, скорее, привычка жить по правилам, другое дело, конечно, то и как эти правила подписывают. Я бы хотел, наверное, дальше продолжить уже не столько по этим союзным программам, а, в принципе, по усилению зависимости Беларуси от России, потому что, по крайней мере, мне представляется, пока, с одной стороны, в личной сфере идет много громких слов о гармонизации, пока все обсуждают программы, тем временем идут процессы, которые значительно менее серьезно выглядят, они проходят без встречи с двух президентов, винующихся президентами во всяких красивых залах, но, возможно, оказывают не меньшее, а то и большее влияние. Я бы хотел обсудить перспективы усиления влияния России экономического и военного, которые Павел уже затронулся в предыдущем комментарии. Это, наверное, в первую очередь то, что более наслуху это переориентация поставок белорусского калия, возможно, что мы и все продукты в российские порты будет случиться, и это все-таки усиление российского военного влияния, возможный учебный центр, или, как они теперь пытаются это назвать, который будет создан. На мой взгляд, насколько перспективы этого усиления, насколько это выйдет за пределы лично нахуной конкретных фактов, и насколько это может изменить баланс в отношениях, потому что в принципе тот факт, что Россия играет значительную роль в русской внешней торговле, что есть особые военные договоренности, когда, в общем, не сегодня произойдет, что было раньше, насколько это действительно изменит баланс сил. Перед тем, как передам слово Павлу, не могу не вспомнить прекрасное сегодняшнее заявление президента Кыргызстана на саммите ОДКБ, когда он предложил обсудить, что нам делать, если союзники по ОДКБ нападут друг на друга. Это, конечно, довольно хорошо характеризует риски военной интеграции на постсоверском пространстве. То, как союзники друг друга воспринимают. Так вот, насколько такое сотрудничество реально будет больше или меньше угрожать? Пожалуйста, Павел. Который, Мацубьевич, в том же порядке продолжаем. Да, ну, наверное, эти риски, о которых говорил президент Кыргызстана, действительно существуют в том регионе, не случайно, собственно говоря, ОДКБ заточено именно на вопросы безопасности в Центральной, или как он иначе называет, Средней Азии. Возвращаясь к вашему вопросу, ну, конечно, не очень приятно с точки зрения, опять же, суверенитета презентовать какие-то договоренности в военной сфере между Белоруссией и Россией. Я имею в виду белорусское руководство, потому что любое усиление военного присутствия России, ну, так или иначе, как минимум, ущемляет суверенитет нашей страны. Просто потому, что иностранные солдаты находятся на вашей территории. Ну, поэтому, видимо, мы видим попытки средств массовой информации приковать внимание именно к интеграционным программам или картам, содержание которых мы даже не знаем, но тем не менее пытаемся их, тщательно пытаемся их расшифровать. А вот за кулисами, хотя я сам по себе повторюсь, именно как часть процесса это тоже важно, это показывает, что процесс идет. Но я боюсь, что главный процесс идет как раз-таки за кулисами вот этой красивой сценки, где стоят главы государств, улыбаются и рассказывают интеграционные сказки. И одна из этих закулисных договоренностей, она, видимо, уже, ну, не видимо, уже приобретает определенные контуры, если вспомнить про вот этот учебно-боевой центр под Гродно, из-за которого в Беларуси прибыли и разместились боевые самолеты и подразделения зенитно-ракетных войск. Беларуси, возможно, выгодно на этом фоне. И то, что, скажем так, то, что подвижки в военной сфере действительно происходят, может свидетельствовать и тот факт, что Беларусь всерьез собирается закупить у России серьезное вооружение. Боевые самолеты и вот эти комплексы С-400, сам факт, и, похоже, это уже сделка оговоренная, и сам факт этого тоже говорит о том, что в военной сфере, ну, действительно, очевидно, есть какие-то подвижки, потому что, ну, раньше нам с большим трудом продали когда-то старые, еще советские, поломанные С-300, и это считалось каким-то невероятным достижением. Значит, я думаю, что присутствие российских военных или вот этот прообраз военной базы и даже сама база, она, конечно, не имеет принципиального значения с точки зрения войны и мира. Она мало что решает. Вот, но у этого всего есть большое значение именно символически. Так сказать, российский сапог, вступив на землю, это символ того, что на этой территории установлен контроль. И в этом смысле ничего хорошего с точки зрения каких-то дальнейших перспектив Беларуси как независимого суверенного государства. Да, где-то им можно жертвовать и где-то мы, наверное, идем на эти жертвы охотно. Но вот именно не в этой части. Именно не в этой части. Мы все годы независимости пытались этого избежать, а теперь это, похоже, становится реальностью. Что касается экономики, ну, ситуация, на мой взгляд, достаточно печальна, потому что уже сегодня половина белорусского экспорта идет именно на Россию. Я думаю, что эта доля будет увеличиваться. Может быть, даже не за счет того, что будут наращиваться поставки белорусской продукции в Россию, а за счет того, что будут уменьшаться поставки белорусской продукции на Запад. А это все-таки реальность, потому что мы пока еще не ощущаем, очевидно, влияние санкций. То есть оно уже есть. Оно выражается, прежде всего, в сорванных контрактах, которые уже происходят, а сорванные контракты сегодня, это означает падение экспорта в следующем году. Ну, зависит от сектора промышленности или сектора экономики, в котором происходит этот срыв контракта. Таким образом, наша зависимость от России, опять же, увеличивается, и причем увеличивается в такой чувствительной для Беларуси сферы, как внешняя торговля. Ну, пожалуй, наверное, какую-то еще хотел архиважную мысль. Ну, если еще вспомнится, будет возможно. Спасибо, Павел. Спасибо, что обратили внимание по поводу закупок вооружения. Я просто как-то новости на Белсе причитывался, и мне кажется, здесь пошла некоторая проблема в том, что Белсе вынесло в заголовок эти скорозакупки, и когда-то все так хорошо растаражировали, а я вот тогда внимательно почитал, собственно, прямую речь Лукашенко, и там Лукашенко в прямой речи подострительной избегает слова закупки. Он все время говорит о том, что мы договариваемся на поставки из России, что Беларуси поставит, поможет, и вглядя на это у меня есть некоторое подозрение, что Лукашенко не намерен миллиарды действительно платить живым в день с бюджета в бюджет России и закупать прямой технику. Есть некоторые подозрения, что Лукашенко в великой не в первый раз рассчитывает, что Россия ему поставит все бесплатно, либо с дисконтом, либо с срочкой бесконечной оплаты, потому что, мол, раньше запада прикрывали, а теперь, как Лукашенко говорил, еще и южную границу надо прикрывать. А если Лукашенко будет надеяться на бесплатные поставки, может быть, просто и есть предприятие, что их не дождется. Поэтому мне кажется, что, возможно, вопрос закупки еще сильно отложится. Давайте спросим мнение второго Павла, Павла Свинкина и по поводу закупок, и по поводу, в принципе, влияния, тем более, раз уж вы, Павел, как раз и анонсировали, что про это хотели бы добавить. Да, ну, я начал бы с того, что, как мне кажется, в военной сфере вот это пространство для интеграции или для взаимных уступок, для интеграции, которая не переходит в красных линий для обеих сторон, но она немножко шире, чем в других сферах. И, как мне кажется, здесь тоже меньше противоречий, особенно в состоянии нынешнего политического кризиса, когда Беларусь проводит откровенно антизападную политику. И я уже говорил, о том, что Лукашенко, как мне кажется, выбрал именно военную сферу для того, чтобы расплачиваться с Путиным. Ему кажется, что уступая здесь, он как раз уступает меньшую часть своего суверенитета, именно поэтому активная интеграция идет. Военная сфера ведь даже не является частью союзных программ. Это где-то там типа на уровне министерств, но потом и глав государств или фактических глав государств. И если судить, как раз мы уже говорили о том, что союзные программы не имеют каких-то прорывных договоренностей, то вот в военной сфере образовался этот определенный вакуум после того, как отношения стран Запада и НАТО с Беларусью резко ушли в пике. И вот это конструктив в отношениях Беларуси и НАТО, Литвы и Польши относительные, которые мы имели в период с 2014 по 2020 год, он резко прекратился, сформировал этот вакуум. Это теперь вакуум белорусская власть занимает именно антизападной риторикой, которую и продает как товар в Москву. И мне кажется, что именно поэтому, собственно говоря, и возможность для каких-то компромиссов становится более широкой. То есть в этом Лукашенко видит, ну, если этот вакуум уже есть, то почему бы его и не использовать. Два объекта на территории Беларуси российских были и есть, да, теперь уже Павел упоминал об учебно-боевых центрах, вот теперь два появятся, при этом, но я не военный эксперт, да, чтобы здесь какие-то глубокие оценки давать, но из того, что я понял из объяснения людей, которые в этой сфере разбираются лучше меня, речь идет скорее не об учебных центрах, да, вот если выбирать одно из этих двух слов, это скорее боевые центры, чем просто учебные. речь не только о подготовке российским офицерским составом наших военнослужащих, да, но это вот места скопления, в том числе российской военной техники, и количество российских военнослужащих тоже не будет исчисляться там преподавателями в учебных классах, это будут военные специалисты, которые этой техникой будут там управлять или обучать и управлять, ее использовать, и это будут тоже, ну, не десятки, а возможно даже сотни людей. И мне кажется, что эту военную интеграцию, нельзя сказать, что ее проталкивает только Москва. Мне кажется, вот на фоне этого конфликта с Западом у Лукашенко есть тоже определенные интересы, чтобы показать Западу, насколько далеко он готов зайти. И пугать своей армией, ну, Лукашенко вряд ли кому-то удастся, да, это просто будет смешно. Зато можно использовать Путина, российскую армию, такой тотем, который можно нести перед собой и угрожать странам Запада, а вот смотрите, кто у меня в союзниках. И что если вы продолжите нападать на меня, то мы еще и дальше продолжим интегрироваться, и еще больше военной техники российской здесь появится, и еще хуже будет региональная обстановка. Поэтому как это известна эта фраза, которая превратилась в интернет-мемп, остановитесь, вот я думаю, этот сигнал Лукашенко активно пытается продать западным странам, остановитесь, иначе, и вот иначе мы сейчас и видим, учебные центры, возможно, это первые шаги. при этом при этом естественно нужно понимать, что сам Лукашенко не заинтересован, Павел тоже об этом говорил, чтобы ограничивать свою военную власть внутри Беларуси. Поэтому это скорее такая игра кто кого обманет, кому получится лучше обвести партнера и сыграть на его страхах. Но при этом естественно и у России здесь определенные интересы есть. И мне кажется согласие России подписать в том виде союзной программы, в котором они были подписаны и утверждены правительствами, в том числе есть доля причина в том, что в военной сфере как раз это сотрудничество идет темпами, которые Россия вполне устраивает. Если же говорить про экономическую часть, то здесь мне кажется все будет зависеть от устойчивости белорусской экономики. Несмотря на прогнозы, я думаю, что многие заследят за белорусской экономикой очень давно, особенно когда ты живешь в Беларуси, ты неминуемо сталкиваешься с этими вещами. Я помню истории про крах белорусской экономики 15 лет назад, возможно 20-20 лет назад. Я еще не так подробно следил за этим всем, но уверен, что и тогда они были, о том, что режим падет, экономика Беларуси обвалится, обрушится. Это было после 2010 года, в 2011, когда финансовый кризис в Беларуси случился. Потом он стабилизировался, и оказалось, что экономика не обрушилась, экономика продолжает работать, несмотря на этот вал и количество огромных проблем структурных, системных, которые в белорусской экономике есть. Это все повторилось в 2020 году, когда снова заговорили все. Сейчас белорусской экономике точно придет конец. Европейский рынок мы потеряли, инвестиции мы потеряли, россияне, мол, сейчас будут нас шантажировать, и, мол, некуда деваться, Лукашенко. Но при этом прошел уже год с момента старта кризиса, когда европейские кредитные рынки закрылись для нас, инвестиции европейские не идут, и программисты белорусские уезжают. Но при этом если такой заиндикатор брать курс белорусского рубля, то падение белорусской экономики не ощутимо по крайней мере для граждан, или зарплаты пока выплачиваются. Если опять же верить тому, что говорят экономисты, которые в этом разбираются, тоже лучше, чем я, то эти системные проблемы назапашиваются по-белорусски, накапливаются, и вполне возможно, что в какой-то период времени вот это все выльется в экономический кризис. Но этого не происходит сейчас, и эта экономическая стабильность позволяет как раз Лукашенко чувствовать себя относительно уверен, и позволять себе идти в наступление, например, против европейских и западных стран, и при этом не уступать, проявлять свою ассерктивность по отношению к Путину. Я думаю, что у России тоже есть здесь заинтересованность в том, чтобы к политическому кризису в Беларуси, который, несмотря на то, что людей на улицах протестующих нет, мы понимаем, ну или я скажу за себя, что мне кажется, что он продолжается, он перешел из активной фазы в такую фазу ожидания, ну или ожидания очередного всплеска, вот, но России тоже есть интерес в том, чтобы к политическому кризису не добавился кризис экономический или финансовый, просто потому, что потеря Лукашенко внезапное, который этот экономический кризис может привести или совокупность этих двух кризисов может привести, вот Россия она тоже неинтересна, и поэтому минимальную поддержку Россия будет оказывать для того, чтобы эта устойчивость экономическая она оставалась, но при этом, чтобы его, естественно, зависимость от России углублялась и в итоге вынуждала его уступать России все больше и больше. Спасибо, Павел. Действительно, такие, конечно, прогнозы о том, что подростка экономика вот-вот рухнет, примерно слышим с той же частотой, как о том, что Лукашенко вот-вот застал и с уверенностью к Креблю, это, конечно, перекликается. Я вижу, что у нас есть поднятые руки и вопросы, поэтому мы сейчас пока продолжим этот раунд с спикерами и потом обязательно все эти возможности наших гостей тоже поучаствовать обязательно будут. Поэтому, Анатолий, как ты видишь вот это усиление экономического военного влияния, насколько оно существенное и насколько оно позволит как-то принципиально изменить картину в ныричный момент? Или это, в общем, просто продолжение того, что мы видим последние 20 лет и никак картину особенно не меняет? Тут два спикера многое сказали, что я бы мог сказать и это мне облегчает задачу. Да, конечно, имеется, мы наблюдаем факты действительно усиления зависимости от России во многих отношениях. Более того, мы можем говорить даже об аутсортинге некоторых функций незалежности, то есть передачи их Россия, то есть внешне политическая инструктура у нас, можно сказать, лежит, там Макей что-то выступает в СМИ, он сейчас как бы у нас работает каким-то телеведущим, по-моему. то есть мы вынуждены говорить с западом, допустим, с коллективным, как его сейчас любит называть Лукашенко сам, в основном через Россию. Все эти политтехнологи, российские журналисты, весь этот процесс, который начат в августе, он продолжается. То есть, да, мы поставляем калийные удобрения, причем мы шантажировали этим Литву. Литва сама вот закрывает в связи с санкциями, то есть, да, мы отдаем России вот этот путь движения белорусских калийных удобрений на внешние рынки. В экономической сфере, в сфере кредитования, да, то есть, все констатируют увеличение этой зависимости, ну, насколько она эта зависимость, ну, если хотите услышать у меня краткую историю будущего российских белорусских отношений, то, видимо, я бы не стал говорить, что это все закончится каким-то там реальным всем поглощением, вот таким, поскольку если построить такую, вот нарисовать на бумажке график возможностей катастрофы, то мы поймем, что катастрофические события не неизбежны, а неизбежны, не катастрофичны, ну, то есть, я смотрю на это как-то так. Что касается военной сферы, ну, я вот специалист в сфере безопасности, вот Андрей Поротников, я обычно там полагаю зачастую на его мнение, несмотря на то, что не всегда с ними согласен, он отмечает, что вот в частности Запад 2021 такое как бы шумное событие перед выборами в российскую, в российский парламент и знакового в календаре белорусских российских отношений такого двустороннего мероприятия превращается в многонациональное, в котором Белорусс лишь один из десятков участников, поскольку приглашены были контингенты Армении, Казахстана и так далее, Таджикистана, а это Запад, понимаете, и тут как бы Таджики в этом Западе как-то красиво выглядят, и это замысел Кремля, это так нужно, ведь торговля, да, сейчас идет в торговле безопасностью, торговля вот этой оборонным пространством, и сам Лукашенко в знак вот этой встречи в Сочи, помните, говорил там Путин, а давайте увеличим количество вот этих военных учений, Путин сказал нет, тех, что запланировано достаточно, в общем-то, о чем это я, да, там продажа вот этих каких-то там вооружений, там, я не знаю, насколько вот это можно, ну, такую вот медийную штуку как-то превратить в такую там в что-то теоретически значимое в плане утраты суверенитета. Есть там тезис как бы согласован на едином оборонном пространстве и совместная защития внешних угроз. Вот это что-то из таких вот этих вот программ наших маленьких 28 интеграций, поскольку они сейчас не одна большая у нас, а идут именно 28 маленьких и поступательных. Ну, в этом действительно нет ничего нового, учитывая, что есть единый как бы вот этот оборонный центр. Вот. А по этой военной базе, которая опять вот этот вопрос реанимирован, конкретики в документах вообще никакой нет. Есть пространная какая-то формулировка про военную помощь, хотя сама структура единого оружия одного поля уже давно действует в рамках ОДКБ. Вот. И там небольшая поправка у меня, что там мы говорим о суверенитете, кто является сувереном, народу не представлены эти там программы, но наконец-то на сайте российского правительства появилось название этих программ, мы можем это там почитать, там есть экономическую политику, валютное регулирование, все там попутно расписано и да, то есть общий итог какой, да, зависимость выросла, суверенитет так или иначе, утечки есть, но пока я не вижу катастрофы. Есть утечки, но нет прорыва плотины. Нет катастрофы, то есть есть в корабле утечки, но они тонут пока, то есть мы как-то латаем там дыры, то есть не мы, а кто-то там в зонах. Спасибо за внимание. Да, спасибо, спасибо, Анатолий. Когда выяснилось, что программа в итоге будет 28, в этот момент стало жалко, что их не разбили до 30-ти восьми, тогда было бы совсем 38 попугая. Нет, ну было 31, а потом 28 стало. Ну, могли бы 38. Хорошо, когда шутки в сторону, кажется, Валерий Иванович как раз для этого вопроса, вы, наверное, уже видели очень много ситуаций, когда очередная была такая военная интеграция, экономическая интеграция, была ростя России, и когда, наверное, много раз уже все вокруг говорили, что все, это значит, что теперь это окончательно изменило ситуацию. Ну, вот это вот, нынешнее это ухерение, оно позволит все-таки ситуацию переломить, или, в общем, это просто, или это часть тренда и не так серьезно повлияет? И вот ситуация и по Калию, и по учебно-боевому центру? Есть процесс, и он во многом будет зависеть от внутрополитического развития самой Беларуси. Вот тут была высказана мысль, что руки Лукашенко связаны тем, что раньше он сидел на двух стульях, теперь отношения с Западом разорваны, и это усиливает его увязненность. Да, безусловно, с этим несложно спорить, но я хочу напомнить, что фактически это сидение на двух стульях по большому счету началось только с 2014 года после Крыма, а до Крыма ну фактически все время существования белорусского политического режима оно проходило скорее в конфликте с Западом. Да, я согласен, что сегодняшний уровень конфликта значительно больше, чем раньше, но тем не менее. Вот. Я вижу тут уязвимость белорусского режима больше от внутриполитических причин от недостаточной легитимности. Вот. Мне кажется, этот фактор не менее влиятельен, чем конфликт с Западом. Что касается, опять же, возвращаясь к этим программам, я тут хочу поддержать мысль Анатолия, что для той политической модели, которая сегодня существует в Беларуси, экономической модели, любые внешние ограничители, это угроза, разрушение. Вот. И особенно угрозой для белорусской социальной модели с ручным управлением экономики является как раз всякая манификация макроэкономической политики. Вот можно представить, что, скажем, белорусские власти откажутся самостоятельно определять, дефицит бюджета, объем бюджетных субсидий национальным производителям, или уровень инфляции, учетная ставка и так далее, и так далее. Это трудно представить, потому что это разрушает саму белорусскую социальную модель с ручным управлением, и мне кажется, что именно этот фактор является тем, который будет мешать всякой гармонизацией экономической политики с Россией. Да, безусловно, военная зависимость усиливается, но смотрите, как стыдливо Лукашенко пытается это прятать. Вот появление российских подразделений и ракетных комплексов и самолетов оформляется не в виде военной базы, а в виде какого-то странного боевого учебного центра. Вот, почему бы прямо объявить и подписать договор о создании военной базы? Нет, вот как-то все это маскируется. Я согласен, что этот фактор является, что называется, происходит в пику Запада. И если мы помним выступление Лукашенко вот на полигоне, под Бараном, чем во время посещения учений, где его выступление сопровождалось все время такими фразами. Мы с Путиным договорились, то есть мы с Путиным Западу покажем. То есть мне представляется, что это усиление военной зависимости от России, как сказал Павел Слюнкин, я с ним согласен, является как бы вторым фактором вслед за мигрантским кризисом вот как бы шантажа Запада. Но я бы тут хотел обратить внимание важное на очень серьезное изменение политики по отношению к Украине. Сейчас, если судить по высказываниям Лукашенко на этом полигоне, Украина объявлена военным противником, чего до сих пор никого не было. Более того, до сих пор Лукашенко всячески подчеркивал свой нейтралитет в конфликте России с Украину. А теперь Украина оказывается военный противник и для нейтрализации нужны комплексы С-400. Ну, пожалуй, все. Спасибо, Валерий Иванович. Действительно, изменение риторики к Украине. Я, как часто бывают на украинских телеканалах, заметил, насколько это вызвало там внимание значительно больше, чем у нас. И, конечно, Украина это очень напрягает, потому что Украина знает, что угрозы связанные с Россией на своих границах это всегда может быть не пустыми словами. Может быть, действительно, Лукашенко может все это менять, пусть и в пику Западу или говорить об украинской угрозе, чтобы получить бесплатно или подешевле из России военную технику. да, важно обратить внимание, что это на украинском направлении создает серьезные проблемы. Наверное, здесь мы очень плавно перешли к нашему последнему вопросу, который я хотел бы обсудить довольно кратко, он все-таки не на прямую к теме белорусско-российских отношений, но тем не менее. О том, как эти подписания союзных программ и будет оно все-таки произойдет до конца года, как оно будет воспринято на Западе, в данном случае может быть с учетом последних слов Болея Ивановича, может быть, в том числе и в Украине. Это будет воспринято какой-то серьезный шапки и серьезные изменения ситуации, или, в общем, Лукашенко уже на этом направлении особенно нечего терять, макеить ведущий, и, в общем, Западу вряд ли уже сможет чем-то удивить подписанием каких-то бумаг между Лукашенко и Путиным. Насколько это будет воспринято, поэтому какой будет в принципе акция, или ее особенно и не будет. Прошу, может быть, более кратко, чем на предыдущие вопросы в том же порядке. Павел, пожалуйста. Опять же, мы тут возвращаемся к содержанию этих документов, оно неизвестно, и все-таки европейцы, я не думаю, что будут судить об этом, гадая на кофейной гуще, что там есть, чего там нет. Но, в принципе, я думаю, что их куда более беспокоят какие-то изменения, скажем так, усиление, скажем, военного присутствия в Беларуси гораздо больше, чем некие интеграционные программы в сфере экономики. Тем более, что нельзя исключать, что они в какой-то степени могут быть даже и где-то выгодны Беларуси, белорусскому бизнесу, который работает с Россией и так далее. И, в принципе, нужно понимать, что Запад даже вот в эти лучшие годы расцвета наших отношений с ним, 2014-2020 год, все-таки воспринимал Беларусь как некое продолжение интересов России. И последние события только усиливают, скажем так, это восприятие. Поэтому, в этом смысле, это как нечто само собой разумеющееся. Тем более, что даже санкционная политика Запада, скажем так, уже полностью игнорирует контраргументы о том, что давление еще сильнее впихивает Беларусь в Россию. Поэтому, говоря об интеграционных программах, это не так важно. А вот военное присутствие это, скажем так, последний символический жест, который даст все основания Запада, Западу считать Беларусь полным вассалом России. Я бы так кратко, если кратко. Павел, спасибо. Павел она будет зависеть от того, что же содержит на самом деле интеграционные карты. Одно дело гармонизация туристической отрасли, когда по единым законодательным правилам будут гиды водить по Минску и Москве и конкурсии, а другое дело, если будут созданы национальные органы управления, будь там энергетическая сфера или какая-нибудь любая другая, или тем более политическая интеграция, если стороны перейдут. Ну и вторая часть это, а что же мы подразумеваем под Западом. Если под Западом имеется в виду Литву и Польшу, это западные для Беларуси страны, то у них позиция будет одна, они находятся в непосредственной близости, они соседние с Беларусью страны, они знают, что такое Россия, исторически знают, и поэтому естественно степень оценки угроз от этого военно-политического сближения, или от размещения военной базы в Беларуси, она будет одна, а в Испании, Италии или Германии, или даже я правильно бы сказал так, Италия и Испания в одной картинке, а в Германии и Франции в другой, вот оно будет немножко другой. И соответственно для Литвы и Польши и в период потепления отношений они говорили, что Беларусь, вот мне вспоминается цитата бывшего главы МИД Литвы, я как раз тогда в посольстве работал в Беларуси, в Литве, тогда глава МИД Литвы Лина Слинкевич сказал, что от белорусского суверенитета и независимости остались только остатки, это было на момент семнадцатого года, или восемнадцатый, да, это семнадцатый год был, когда учения Запад происходили, когда в Беларуси и России отношения были далеко не гладкими, как раз западными странами эти отношения налаживались, то сложно представить, как же видят степень суверенитета Беларуси сейчас в Вильнюсе и в Варшаве. Ну а для Германии, да, это, мне кажется, в первую очередь вопрос сохранения баланса и региональной стабильности в регионе, и Павел об этом прекрасно уже рассказал. Спасибо. Одно слово Анатолию, я знаю, что Анатолию скоро надо будет идти, поэтому Анатолий сейчас может какие-то свои заключительные ремарки сказать по поводу того, как это все может быть воспринято на Западе, может быть, на разном Западе по-разному, да. Нет, все-таки я вернусь к краткой истории будущего российских и белорусских отношений. Очень краткой и на очень короткую перспективу. Сейчас пройдут выборы в России и там они сушат явку, то есть для того, чтобы Единая Россия как-то нормально там прошла. Я думаю, что после этого стороны уйдут в какой-то академический отпуск. Вот, то есть подписание отложат на будущий год. Ну, как я уже сказал, даже если эти программы будут подписаны, нет никаких инструментов принуждения к их выполнению. Вот такое мое резюме. Спасибо всем. До новых встреч, друзья мои. Спасибо всем, спасибо Анатолию. И пока Анатолий не ушел, не могу не сказать, что очень жалко всегда и особенно было в подготовке списка гостей, когда будем говорить про белорусско-российское отношение. Я был уверен, что кого надо однозначно позвать. И нас всех, конечно, позвать Валерию Костюгову, которая много лет этим занимается. И очень жаль, что она сейчас не может сидеть на диване рядом с Анатолием, она находится на ладарке, поэтому желаем и требуем немедленного освобождения Валерии Костюговой, как и всех остальных полизаключенных. И спасибо Анатолию, что и в эти тяжелые времена с нами «Живе, Беларусь!» Живе. Таким образом, Анатолию Костюговой отключаются. напоследок, прежде чем мы перейдем к комментариям и вопросам, которые у нас есть в части, спасибо всем за активность и в том, что они там накапливаются. Поэтому пока последок слова Леониду Ивановичу про реакцию Запада. Будет ли вообще эта реакция и насколько серьезной на подписание программ? Я думаю, что Запад только еще больше убедился в том, что та линия поведения, та политика, которую приняли западные страны, Европейский Союз и США, она правильная и сморачиваться с нее не будут. То есть эти союзные программы станут дополнительным аргументом в пользу правильности их политики. мне кажется, что в России и Белоруссии вот эти это события, эти принятые документы, они не воспринимаются как исторический прорыв, хотя некоторые СМИ пытаются об этом говорить, хотя и Лукашенко об этом говорил. Они не воспринимаются как исторический прорыв к интеграции, по сравнению, скажем, когда был подписан договор о союзном государстве. Просто за это время столько было разговоров, что сама идея интеграции настолько девальвировалась, что чтобы какую-то новую жизнь придать этим этой идее, то этих документов явно мало. Вот мне кажется, более тревожно стало себя чувствовать Украина. Если до сих пор Лукашенко говорил, что он гарантирует, что с территории Беларуси никакой угрозы безопасности Украины не будет, то теперь этого нет. Теперь, более того, Лукашенко объявил Украину угрозой военной. Вот, и на фоне военно-политического союза с Россией, это звучит достаточно, если не зловеще, то очень неприятно. И так или иначе Украина будет каким-то образом на это реагировать. Вот мне кажется, тут возможно какие-то существенные перемены в белорусско-украинских отношениях. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. И в таком случае будем переходить к нашим вопросам в чате. Я помню, что у нас был вопрос от Юрия до Кахрустова, у которого были вопросы к Двум Павлам. У нас была поднята рука Агнешки Комаровской. И также есть вопрос радио рации и дальше. Поэтому я сейчас слышу фоном чей-то микрофон, который я попрошу Наталью подключить. Наталья, пожалуйста, включите микрофон и слово тогда вперед. Добрый день, уважаемые господарства. Дякую за очень интересную дискуссию. На мое питание Павел Свинкин уже часто отказал, но я задам то самое питание Павлу Моцикевичу. Я ну плягая вот в чем. Оно какого отворотное до того, что вы все сказали. Почему Лукашенко не сдал просто все? Мы памятаем, что после минулого года, после санкций, после встречи в Сочи, когда Лукашенко лезли на задних лапках стоял перед Путиным, многие российские эксперты, белорусские эксперты писали, все, Лукашенко без шанса, Лукашенко сдался, у него просто нема никаких вариантов. И в Беларуси не нема никаких вариантов. Заходнее крыло знищено, там пару перышек засталось, уже не засталось. Чему? Чему, умовно кажучи, вот я днями размовляв с господаром Бутриным, який в 19-м годе опубликовал драфт этих союзных домов. Чему они были выпустошены? Чему у теперешних нема много того, чего там написано? Мы памятим некакие месяц тому Федор Лукьянов, российский политолог написал, надо просто базу в Беларуси поставить, все питания вырешены, нам будет все ровно. там Лукашенко. Чему базы нема? Чим якбы чаму гэтая древа не гнятся? Чаму оно не ламается? в этом питании. Тому што якбы вы будете смеяться, но Лукашенко все гарант не вален си, что сте інше, но видавочна, што он ослабел. Видавочна, што Беларусь як гулец в эти дни ослабел. А тем нем немець. За кост чаго? За кост чаго отрымаласа? Те, можат, русским, як приказав, не так бы и хотеласа? Те, все ж таки хотеласа, но што сте пираско дзела зарабить той, што я не хочу? Той, што, например, Федор Лукьянов написал, той, што было написано в драфце в 19 годе, той, што опубликовал тады коммерсантом. Чему зник регулятор, например, того самого одиного рынка? Чему? Я думаю, во-первых, что Россия, добрый день, Юрий, рад вас видеть, думаю, что Россия все-таки учится на определенных ошибках, тем более, что определенные уроки она имела в рамках, так сказать, правления одного человека. С Лукашенко ведь какая штука? Мне кажется, тут центральный вопрос власти. Ради власти, как говорится, он готов на все и даже на доброе дело. Ситуация в сентябре 2020 года для Лукашенко внутри страны была, на мой взгляд, критической, потому что в те времена он вынужден был передвигаться по городу Минску на вертолете. Внешнее давление, по крайней мере, в тот период времени, оно не было критичным, тем более, что к внешнему давлению он как раз таки привык. И поэтому в сентябре лично у меня тоже было ощущение, что он был готов на все и я сам задавался вопросом, отчего же его не взяли тепленьким. Понятно, что по мере того, как он устанавливал контроль над ситуацией, его готовность, сговорчивость, она уменьшалась. Но вот отвечая напрямую на ваш вопрос, почему Россия не дожала или не дожимала, возможно, понимая, что пациент проблемный, что определенные решения, даже те, которые он согласует, могут вызвать такую же волну неприятия, как вот эти 80% проголосовавших за него на выборах. вопрос насчет военной базы в моем понимании ключевой, я согласен с Лукьяновым, он решает практически все проблемы с Беларусью однажды и навсегда. Но Россия не идет на вот это лобовое решение вопросов. Может быть, понимаете, тут я вспоминаю статью Путина недавнюю про единство, три единства народов, украинцев, белорусов и русских. Он как будто в это верит, но верит, очевидно, в это сам и, видимо, хочет, чтобы и белорусы, и украинцы прочитали его мудрые мысли и тоже этого захотели. Ну, кстати, Лукашенко когда был в Москве на пресс-конференции, он же подтвердил, да, конечно, мы один и народ. Ну, все, я думаю, что сейчас Лукашенко находится в той стадии, когда вопрос принципиально не идет о картах, программах и так далее. Вопрос идет о цене поддержки России уже оказанной или которая будет оказана и о той цене, которой он должен расплатиться. Но по большому счету речь идет о его властных полномочиях. Даже учебный центр боевой, он уже, так сказать, вызывает вопросы к вождю. Авторитет вождя немножко подточен на отдельно взятой территории. То есть, ему, очевидно, не хочется постепенно мимикрировать сторону губернатора или главы автономии. Он всячески пытается этого избежать. То есть, на мой взгляд, конечно, он хочет С-400, конечно, он хочет боевые самолеты, но вот боевой центр, наверное, это не то, что он действительно хотел, желал бы, но вынужден это принять. И, как справедливо заметил Валерий Карбалеевич, можно сказать, стесняется. Поэтому, так сказать, это решение особенно нигде не афишируется. То есть, приоритет это какие-то интеграционные программы, а вот реальные вещи, которые подтачивают статус его как суверенного главы государства, они где-то, так сказать, идут фоном. Но он вынужден на это идти, потому что в этой игре такие высокие ставки. Запад, очевидно, поставил на то, чтобы сделать цену для России неподъемной. Ну, пока не получается. Запад, очевидно, ждет, что тут экономика действительно рухнет. Но это тоже расчет, скажем так, более чем ошибочный, как мы видим. Поэтому власть. Здесь центральный вопрос. В сентябре была принципиально иная ситуация внутри страны, он был готов на все. Внутри страны, когда он кризис урегулировал, уже пошла совершенно другая игра. Но я, если честно, не думаю, что он действительно автономен. Сейчас обсуждается вот эта идея переговоров. Я не уверен, что действительно у Лукашенко уже есть эта свобода вступить в эти переговоры. Потому что лично мне в Москве на этой пресс-конференции бросилось с каким удивлением сам Лукашенко воспринял рассказ Путина о том, как он предложил западным партнерам обращаться напрямую к Лукашенко. И спустя несколько дней уже на военном полигоне пересказывал это в красках как некий вот представляете, они должны со мной разговаривать, а я с ними разговаривать и не буду. Спасибо, Павел. Я вот сейчас задумался, что еще начнут военные базы, ведь размещение, если ситуация, когда в Белоруссии есть российская военная база, о чем говорил Рукьянов, достаточно поставить базу и можно в целом за контроль не переживать. Это же тогда несколько напоминает условно, но тем не менее армянский сценарий, когда, выгадая тому, что в стране есть достаточная степень российского военного контроля, Россия, в общем, не переживает, что на Армении условно вступит в НАТО, и в этой ситуации Россия, в общем, и не мешает армянскому народу в том числе с помощью уличных выступлений менять своих политиков, потому что, ну, а какая, в общем, разница, будем работать с победителями. Я про это и писал, да, да, и, в общем, если задуматься, то это точно не тот сценарий, который заинтересован Лукашенко, потому что в такой ситуации гарантом российской привязки будет совсем-таки не он, а военная база. И поэтому, да, поэтому Лукашенко, в общем, тоже по этому поводу может еще как напрягаться. Даже не столько потому, что это будет какая-то непосредственная военная угроза, а просто потому, что это несколько позволит России расслабиться и труднее будет какую-то выбить поддержку. Хорошо, у нас еще я вижу поднятую руку, поднятую руку Агнешкова, Комаровский, так? Да, да, я подняла руку. Добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер. Мне слышно, да, все в порядке? Да, слышно, видно, все хорошо. Хорошо. Спасибо большое за то, что как бы несмотря на это, что это 20 лет все-таки пытаетесь организовать дискуссию вокруг этого. Но я как бы понимая, какая тема сегодняшней нашей встречи, я бы хотела чуть-чуть как бы поставить вопросы, которые вымут этот вопрос именно из этого фокуса. Что я имею в виду, как бы жалко, что у нас уже как бы один панерист ушел, потому что есть у меня первый, так может более конкретный вопрос, это вопрос, который касается социологии, социологических может быть каких-то данных, хотя я понимаю, что с этим ситуация сложная, но вопрос такой, что как бы союз Беларуси и Россия это такое явление, которое открывает по вашему мнению пространство для дискуссии вообще о концепте интеграции Беларуси в какие-то другие структуры или наоборот это замораживает эту дискуссию. Я сейчас бы хотела, чтобы вы не говорили конечно о отношениях между государственными структурами и Путиным о Лукашенко а вообще дискуссию в которой может участвовать или как-то использовать общество. Вот это как бы первое. И вообще что социология на эту тему? Например, вокруг таких дат и таких встреч, как ну вот это вокруг который тоже мы сегодня вели дискуссию. Не знаю, есть реакция людей вообще? Как? Можно это как-то исследовать? Можно на это посмотреть? И какая это реакция? И меняется это во времени? Не знаю, сможем мы на это ответить? Это первый вопрос. Второй уже более как бы может быть абстракционный так как я сказала. Но все-таки это было сказано вам несколько раз, что все-таки эта дискуссия она где-то держит нас в тумане абсурда. Значит есть 28 планов, которые никто не видел. Как бы с одной стороны непонятный юридический как бы смысл или вообще формат этого всего, но с другой стороны это нас с вами например уже полтора часа заставляет дискутировать о военных как бы последствиях в связи например сферы военной и реально после запада 21 все будут смотреть что там на самом деле произошло, что в инфраструктуре поменялось, что реально осталось какие реальные шаги на этой пути были сделаны благодаря именно западу 21 и мой вопрос в чем мне кажется что вместо того, чтобы пробовать и все-таки так как я сказала быть принужденными участвовать в этом процессе рассматривания о чем вообще разговор идет и кто с кем разговаривает может быть как бы при ограниченных ресурсах понятно больше стоит начать работать над своей другой наррацией которая бы не говорила только о интеграции одностронно где просто без выбора есть только интеграция Белоруссии и России а вообще концепцию интеграции Белоруссии в разные возможные направления и в разные международные структуры как бы я бы хотела здесь поставить этот вопрос насколько вы это видите я понимаю что это может быть абстракционным я понимаю что но как бы но с другой стороны если смотреть на это что процесс сам по поводу союза Белоруссии идет 20 лет только из-за этого он как-то где-то там накапливается в мозгах людей и как бы настроить какую-то нарацию вот не знаю надеюсь что я как бы понятно моя как бы смысл этого вопроса это как бы второй и последний хорошо 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 вот как бы кризис и в Белоруссии и назовем это революция все-таки она без геополитических лозунгов произошла в каком смысле в таком смысле что там флаг ни российских на самом деле ни европейского союза не использовалась но мы понимаем что на уровне ценности это другой разговор но как бы тут нет и вот вопрос мой такой видите ли вы тогда вот как один из возможных нарратий развития этого этого этой темы евроинтеграции все-таки востокное партнерство тоже существует уже несколько лет есть программы есть предложения причем открыто и все понимают в чем они состоят на самом деле хотя бы процесс сам понятен со стороны европейского союза да это третий и четвертый маленький но он касается я извиняюсь Павла Слонкина и его и вашего Павел текста последнего по поводу Беларуси там где четыре игрока в том числе один игрок у которого две головы я бы хотел спросить я понимаю что там очень как бы сбалансировано это все но все-таки всегда когда мы говорим о том что есть Европа есть Россия есть Беларусь которая непонятно с кем говорить есть такая угроза что вернемся это легко приходит в Европе говорить с сильным игроком да из единым насколько вам кажется что это угроза действительно сейчас тоже перед нами вот так скажем спасибо спасибо Агнешка все ваши вопросы давайте тогда как раз Павла Слинкина и начнем по поводу вашего такого текста про Беларусь гидру и проспетива такого отчуждения отчуждения от Беларуси вообще разговоров с ней и потом мы спросили тогда и Павла Муцекевича и Валерия Ивановича Кобалевича комментируют по поводу интеграции Беларуси может быть и в другие структуры и по поводу реакции белорусского народа на все эти дорожные карты лично мне так кажется уже столько таких всего было подписано что люди давно запутались и начинаются реагировать начать нужно наверное с того что буквально в двух словах я расскажу о чем статья была о том что в Беларуси по сути с момента политического кризиса появилось две Беларуси на международной арене одну из них представляет Лукашенко и МИД который ему лоялен и он защищает вот то устройство которое мы в Беларуси имеем сейчас а вторая Беларусь это гражданское общество эти люди которые выходили на протест эти люди которые голосовали за Тихановскую и которых она сейчас представляет на международной арене то есть это общество которое борется за свою политическую субъектность за свободу но которое никаким образом не может повлиять на Лукашенко и на его образ действий на то что его действия приводят к ликвидации или уменьшению белорусского суверенитета и независимости и с другой стороны Лукашенко точно так же не может ничего сделать с этой внешней политикой вот этого новой Беларуси с диаспорой например или с санкционной политикой которая активно лоббируется командой Светланы Тихановской они два субъекта международных представляющих Беларусь борящихся друг с другом но которые друг друга победить не могут и без учета интересов этих двух субъектов собственно говоря невозможно найти решение для нынешнего политического кризиса и он будет находиться в состоянии вот этого внутриполитического пата в котором он уже находится последний год но вот отвечая на вопрос Агнешки я бы сказал что соблазн вести дискуссию с Москвой наверняка и есть но опять же что мы подразумеваем под Западом или Европой я уверен что Литва и Польша такого диалога не хотели бы и они выступали против него какой вес голоса Литвы и Польши в Европейском это отдельная тема а вот Германия мне кажется она гораздо более склонна вот к такого рода переговорам сильного игрока сильным это видно и по примеру Украины я думаю что такой соблазн возможно когда-то может и возникнуть если опять же этот шантаж Лукашенко тем что он миграционные кризисы создает или тут будет угрожать военной базой он когда-то может побудить этот конфликт решать без учета его интересов вот так вот через его голову но уже с Путиным но проблема этих переговоров заключается в том что сам Путин не в состоянии вот так вот по щелчку решить вопрос с Беларусь это большая ошибка большое заблуждение особенно распространенное в западных странах что Лукашенко это всего лишь марионет Путина нет это далеко не так Лукашенко отстаивает свою власть на протяжении последних 20 лет хотелось бы России иметь больше влияния в Минске но при этом что мы видели предыдущим летом если бы Лукашенко свергли если бы революция Беларуси была успешной то какие бы рычаги влияния Беларусь Россия сохранила бы в Беларуси я боюсь что она бы потеряла огромное их количество понятно что экономическая зависимость никуда бы не ушла но инструмент влияния России на Беларусь он распространяется вот единственный канал который Россия имеет это сам Лукашенко при этом Лукашенко он такой изворотливый он хитрый он не позволяет России укреплять свой контроль над Беларусью свое влияние над политическими процессами внутри Беларуси потому что понимает что его власть в Беларуси абсолютно а если пустить сюда Россию то от абсолютной власти начнут откалываться кусочки и вот этого ему как раз бы не хотелось потому что он знает что этот процесс с одним концом если ты впустишь сюда Россию то потом в итоге ты будешь не нужен этой России здесь и вот это как раз то самое ключевое базовое противоречие которое есть между Лукашенко и Путиным они оба хотят этой власти над Беларусью именно поэтому они не могут договориться ни о союзных программах ни о военной базе именно поэтому это всегда такая игра в кошки-мышки а кто кого ну вот это если вкратце ответить на последний вопрос я еще хотел бы все-таки чуть-чуть буквально две минуты на первый вопрос сказать про союзное государство для того чтобы судить о чем думает белорусский народ нужно дать ему право высказаться в демократических системах это право определяется на выборах регулярно на парламентских или президентских выборах и народ идет и голосует если такого права нет ну тогда нужны хотя бы социологические опросы они в Беларуси запрещены еще с 2010 года то есть там определенная процедура и по сути разрешение получают только государственные институты поэтому приходится проводить эти опросы вот как Четом Хаус делает онлайн среди людей которые имеют доступ к интернету и вот если опираться на них то согласно последнему циклу который был опубликован Четом Хаус что количество людей в Беларуси которые хотели бы и одного государства действительно союзного государства что сейчас то что мы имеем мы имеем союз но не государство и вот процент людей в Беларуси, которые бы хотели действительно одного государства с одной столицей, одним флагом и стать одним политическим субъектом, но в Беларуси ничтожно мало, до 5 или в районе 5 процентов. И еще плюс 10-12 сюда можно добавить тех, кто хотели бы более глубокой политико-экономической интеграции, создание единой валюты и всех дополнительных атрибутов, возможно единого парламента какого-то или единой макроэкономической политики. Это 17-15-17 процентов населения. Остальные же беларусы, они как раз, мне кажется, выступают за то, чтобы эти отношения были союзными, тесными, но не переходили эти красные линии, которые, собственно говоря, Лукашенко точно также рисует. То есть он не позволяет политический контроль себе потерять и сохраняет долю независимости сейчас. Но при этом он, Лукашенко, не отвечает этим помкнением, стремлением, как это по-русски сказать, устремлением беларусов к хорошим отношениям, равным таким же хорошим отношениям с Европейским Союзом. Он является разрушителем отношений с западными странами. А в Беларуси Россия является главным союзником, согласно этим вопросам, но не сильно Европейский Союз уступает здесь России, если говорить о том, что мы должны иметь хорошие отношения. Беларусы точно также хотят хороших отношений с Европейским Союзом. И вот это, собственно говоря, мне кажется, и формирует возможное будущее. Беларусы, мне кажется, не готовы будут мириться с потерей независимости. Хотя у них их мнение никто не спрашивал и не спрашивает. Спасибо, Павел. Ну, поскольку возможности экстренно провести в Беларуси свободные выборы, у нас нет, но зато я вот заметил, когда говорили о том, что долгое время, да, просто свободно Беларусь мог проводить только государственные социологические центры, я не мог не обратить внимание, что среди участников нашего зума есть также Геннадий Коршунов, который ранее возглавлял Министитут социологии и Академии наук. Поэтому я не знаю, Геннадий, кстати, если у вас есть, наверное, по этому вопросу что-нибудь добавить по поводу социологии и отношения беларусов к интеграции, к всему этому, в том числе, если я не знаю, что-то в прошлом опыте, но и в целом, я думаю, как раз хороший момент подключиться. Да, сейчас, минутку. Значит, в принципе, то вот, что говорил Павел Слюнкин, абсолютно логично, здраво и фактически совпадает с тем, что мог бы сказать я. Действительно, запрос на объединение с Россией, равно как и с Западом, отсутствует. Есть запрос на налаживание партнерских отношений. Поэтому вот то, что мы наблюдаем, причем достаточно давно, тренд на снижение значимости России как партнера и запрос на выравнивание, что ли, отношений с Западом. Причем здесь действительно есть определенные нюансы, которые связаны с формулировками вопросов. Если посмотреть, как спрашивал НСП, если жестко ставить вопросы, если бы была альтернатива или в один союз, или в другой союз, то большая часть сейчас, наверное, пока проголосовала бы скорее за Россию. Но это вопрос во многом искусственный. Если людям давать выбор, то абсолютное большинство в том или ином варианте говорит за то, что мы хотим одинаково, плюс-минус, общаться, торговать, коммуницировать и с восточным партнером, и с западным партнером. И таких вот людей, ну тут я с Павлом соглашусь, тех, кто за равноправное отношение, столько за, я думаю, процентов под 80, 70-80 процентов. Сторонников вхождения в состав России, либо плотного одного государства, их всегда был абсолютный минимум. Я периодически здесь ссылаюсь на опросы Института социологии, до сих пор у них на сайте в разделе аналитики есть статья, которая, это одно из последних, что я успел написать и повесить на сайте Института, перед тем, как ушел, о том, что нет вот этого тотального стремления в Россию, его никогда и не было. Даже в начале нулевых, фактически, после подписания договора о создании союзного государства, большинство никогда не было за вхождение в состав России. Тут действительно есть определенный парадокс, то есть белорусы как бы отказываются делать геополитический выбор. С одной стороны, это парадокс, и многие говорят о том, что делать этот выбор придется. И, возможно, в этом есть, так сказать, люди мают рацию. Но я в этом вижу несколько иной тренд. С моей точки зрения, вот это противостояние навязываемому выбору, желание иметь свою точку зрения, это нормальная взрослая позиция. Я бы даже говорил, это проявление коллективной субъектности. Это один из тех результатов 20-го года. Создание субъектности, ее осознание и следование вот этой субъектности индивидуально. Спасибо, Геннадий. В связи в конце пропадала. В общем, мы смысл уловили. И возвращаясь к первоначальному метафору Павла, по поводу такой новейшего, простающей России, Беларусь так объютят, я представил такую картину, как белорусская девушка из двухсторонних подходит, у Запада из России, говорят, выбирайте кое-что, ну или не со мной. Девушка говорит, слушайте, может, подождите, может, я просто замуж не хочу, не надо так сразу, я не хочу, может быть, выбирать. Может, с вами были, буду нормально дружить. И да, в принципе, это тоже выбор. Потому что, конечно, да те, кто в вопросах говорят, что они значат за то, чтобы быть одновременно членами союзного государства Евросоюза. С одной стороны, может, казалось бы, посмеяться над такой геополитической наивностью, но, с другой стороны, это попытка каким-то образом формулировать желание быть действительно независимыми, может быть, замеренными. Но, мне кажется, давайте немножко вернемся, может быть, у Павла Масукевича, у Валерия Ивановича есть что-то задавать по поводу вопросов к Генешкину, которые уже продолжили и пошли дальше, но тем не менее. Если можно, одна реплика, скорее ответ на вопрос Юрия Дракохруста. А почему Россия не дожала, не доломала, не принудила Лукашенко пойти на большие уступки в момент, когда он был слаб. Я думаю, при всем цинизме Путина, при всем невосприятии народа как субъекта, все же где-то подсознательно он увидел, что в Беларуси в 2020 году произошло. Фактически белорусский народ попытался стать субъектом, и в значительной мере ему даже это удало, субъектом политики, и пытаться через головы этого народа переломить этот народ и грубой силой сломать, можно сломать только Лукашенко, может быть это и удалось бы, но что делать с народом, который вышел на улицу? Я думаю, что этот фактор Россия имеет в виду, и этот фактор тоже является важным тормозом на пути к каким-то попыткам имперской экспансии. Да, спасибо, Валерий Иванович. Мне кажется, в принципе, это действительно важная мысль в России. Вряд ли упускают такие события на своих границах, и в общем, в том числе, наверное, и такие последствия просчитывают. Павел Трумасукович, есть что-то еще добавить здесь? Там очень было много вопросов. Я хотел просто сказать, что нужно понимать, что этот разворот в сторону России произошел только потому, что у Лукашенко возникли проблемы. Страна еще, скажем, вот он сам еще 5 или 4 августа, выступая с посланием к народу и национальному собранию, говорил о том, что Беларусь будет развивать многовекторность, и что это для Беларуси важно. Даже 9 августа он говорил о том, что Беларуси нужно покупать энергоресурсы в разных источниках, и тогда Беларусь активно шли нефтяные танкеры в Беларусь. То есть даже этот человек с остальным хозяйством все-таки предпочитал держать его в разных корзинах. Что касается восприятия людьми, ну понимаете, когда какой-то процесс длится больше, чем 20 лет, и не особо спрашивают мнение народа о нем, в какой-то момент народ просто перестает, скажем так, обращать особое внимание. Есть определенный уровень интеграции с Россией, который дал, скажем так, определенное благо беларусам и россиянам. Возможность свободно передвигаться, признание дипломов и так далее. Вещи социальные и, безусловно, важные. По поводу негеополитичности протеста, ну опять же, это связано с тем, что вот есть этот в беларусском обществе определенный консенсус насчет того, что желательно Беларуси быть на неком равном удалении от Запада и России и не являться их частями. Поэтому и протест сторонился от четкого формулирования, четкой какой-то геополитической позиции. С другой стороны, у беларусских властей, скажем так, в минуты просветления и определенной свободы поводка было четкое понимание, что опасно делать некий геополитический выбор. То есть в Россию-то мы идем вынужденно, потому что источник власти, источник поддержки, потому что экономика постсоветская завязана на рынок и так далее и тому подобное. Но то, что это опасно, то, что это чревато потерями для суверенитета, было понятно и Александру Лукашенко тоже. На Западе он никогда не был, как немцы говорят, «Херстич велькомен, добро пожаловать», но в принципе я не уверен, что Россия бы нам действительно могла позволить такой вот шаг. Ну, по крайней мере, судя по опыту Украины, это было бы достаточно проблематично. Последнее, то, что касается попыток что-то обсудить с Путиным, это, в общем-то, не лишено смысла. Вопрос-то зависит от того, как… То есть любая сделка, она зависит от соблазнительности предложения. Насколько я понимаю, западные политики от Курца до Меркель ставили вопрос в том ключе, что вот о нас беспокоит белорусская проблема или мигранты. Если ставить вопрос в плоскости каких-то геополитических разменов, в плоскости, касающиеся действительно каких-то российских интересов, тогда, возможно, могли бы быть компромиссы. А так, получается, что Россия, Путин манипулировали и манипулируют и европейскими политиками, и держит, собственно говоря, Путин самим этим обсуждением белорусского вопроса с европейскими политиками в определенном тонусе и Александра Лукашенко. Ну, все, пожалуй. Спасибо, Павел. Я еще, наверное, очень кратко добавил по поводу вопроса от Агнешкина, счет того, что ты даст и других рамейских флагов на белорусском протесте. Ну, помимо всех, я согласен с тем, что мы говорили по поводу геополитики. Мне кажется, надо учесть такой очень банальный физический фактор, как то, что вообще-то не очевидно, а где в Минске доставить флаг Евросоюза, если бело-красно-белые флаги до этого не продавались. И, в общем, этот флаг можно банально сшить из двух тканей, а флаг Евросоюза надо ровно нарезать, там, 12-й желтый, лест, как-то их, там, доклеить кругом, чтобы круг был более-менее симметричный. Ну, это не так просто. Сделано в ваших условиях за пять минут. И вот, например, у меня там дома есть флаг Евросоюза, а я не уверен, но в каком-то людей такие флаги в белорусском есть. Поэтому, я думаю, даже при желании, там, сделать, не знаю, какому-нибудь многотысячный митинг за интеграцию с ЕС, даже при наличии такого количества людей, я не уверен, что у них бы просто нашлась визуальная символика это высказать. То есть, оказалось бы, такая, в общем, техническая мелочь, но, тем не менее, факт просто отсутствия флагов таких протестов, мне кажется, несколько объясняет, где же их взять. И я бы еще, у нас, в принципе, наше время тихонько подходит к концу. Я видел вот еще в чате интересный вопрос по поводу «Северного потока». Я бы, может, попросил, раз вопрос был задан текстом, может, попросил бы тогда Наталью этот вопрос зачитать, чтобы мы тогда его напоследок кратко обсудили. Про «Северный поток» или все-таки вопрос от Ольги Семашко? Она его задавала первой. Ну, мне кажется, был вопрос про «Северный поток». Мне кажется, про «Северный поток» по поводу «Дня народного единства», насколько это вопрос про праздник от Кремля. Мне кажется, праздник немножко в стороне от нашей дискуссии. Ну, в общем, можно зачитать, мне кажется, два вопроса и, в принципе, уже ответят, кому на что кажется важнее. Хорошо. Тогда я озвучу первый вопрос от Ольги Семашко и затем озвучу сразу второй вопрос от другого участника. Первый вопрос. Для всех. Можно ли назвать Кремль главным сценаристом «Завтрашнего дня народного единства» и как в целом воспринимают этот праздник, в кавычках, с показательными помилованиями в духе царской России? И второй вопрос. В рамках декларируемого единства газового рынка как вам видятся последствия запуска «Северный поток-2» для Беларуси? Станет ли этот трубопровод инструментом шантажа со стороны России? И стоит ли ожидать сокращения транзита газа через Беларусь? Вот такие вопросы. Поэтому, наверное, попрошу, можем снова вернуться к нашему порядку начальными вступлений. Мы, как Павел Павел Муцкевич или Павел Слинкин, как был в прошлом вопросе, начнем с вас. И, наверное, это будет уже более-менее финальные реактивы в нашей сегодняшней дискуссии. Что касается праздников, то тут нужно понимать, что это тоже элемент гармонизации с Россией, как в России день народного единства, или как он там называется, является, по сути, антипольским праздником, так и у нас. Теперь возник этот день национального единства. То есть мы в этой антипольскости вдруг синхронизировались и гармонизировались с Россией. То, что здесь есть какая-то рука Москвы, я не знаю. В самой истории в этой, конечно, рука Москвы более чем была заметна. Потому что именно Сталин его соединил. Что касается газопровода, на мой взгляд, все будет зависеть от характера взаимоотношений Беларуси и России в том содержании, которое есть сейчас. Я не думаю, что нам как-то это дело угрожает. Тем более, что сама сеть газотранспортная принадлежит Российской Федерации. Соответственно, тут, так сказать, в том числе и в ее интересах ею пользоваться. Но, конечно, это серьезный инструмент, потенциально серьезный инструмент определенного шантажа может быть в руках Российской Федерации, несмотря на гарантии данной Германии по отношению к Украине. Для меня это как раз-таки пример того, почему, допустим, мы по предыдущей теме обсуждали возможности какого-то сделки, компромисса Запад-Россия. Почему-то согласие американцев на завершение этого потока, ведь они могли каким-то образом увязать это, скажем, с белорусским кризисом, но они этого делать, я говорю в принципе о теоретической возможности. А, скажем так, если бы белорусский вопрос действительно интересовал в той степени, в серьезной степени те же Соединенные Штаты, они могли бы его увязать и с положительным решением в интересах России, вот этого важного для России вопроса. Ну, пожалуй, все у меня. Спасибо, Павел. И следующий, Павел. Я не связываю День народного единства с Россией каким-либо образом. Я думаю, что это абсолютно придуманная штука в кабинетах белорусских чиновников. И понятно, что это на самом деле не День народного единства, а День единства народа под дубинкой, вот единства с властью Лукашенко. Потому что народу под дубинкой больше ничего не остается, кроме как вот под этой властью жить, пока она не поменяется, непонятно только каким путем. Ну, а отвечая на второй вопрос, да, безусловно, Северный поток будет инструментом, только я бы говорил, что это не инструмент шантажа, а инструмент влияния, дополнительный аргумент, который будет Россия иметь в диалоге с Беларусью, в том числе в интеграционном, о котором мы говорили, поток газа, который будет проходить транзитом через Беларусь, может стать причиной, я не знаю, каких-то кризисов или наоборот уступок со стороны белорусских властей, потому что на транзите тоже белорусские власти зарабатывают и зарабатывали раньше. Поэтому, ну, абсолютно ситуация здесь схожая с Украиной, и разница только в том, что у России с Украиной они, по сути, находятся в состоянии войны, а Россия с Беларусью формально находятся в состоянии строительства союзного государства, но проблема одна и та же. Ну да, я бы возвращаясь к заявлению президента Кыргызстана, что с кем-то Россия в состоянии войны, с кем-то Россия в строительство государства, как-то ситуация оказывается прямо одинаковая, прозрительная. Валерий Иванович. – Значит, тезисно. Я думаю, что идея праздника народного единства – это чисто белорусская инициатива, Россия тупим плечом, но России это понравилось. Понравилась и антипольскость, и антизападность этого праздника, и главное – это реабилитация фактически пакта Молотова и Метропа, что для России сейчас чрезвычайно важно в идеологическом смысле. И вот поскольку именно по вопросам войны, Второй мировой войны, очень жесткие идеологические дискуссии между Россией и Западом, а тут Минск подыгрывает. Что касается северного потока. – Ну да, определенный элемент давления, определенный элемент освобождения от стран-транзитеров этот трубопровод дает. Но я хочу напомнить, что по территории Беларуси две ветки проходят газопровода, и обе они принадлежат России. Поэтому не думаю, что тут как-то сильно что-то повлияет. Ну а что касается тех денег, которые Беларусь получает за транзит газа по своей территории, ну я не думаю, что это деньги большие, и тут как бы сокращение транзита газа как-то сильно ударит по белорусскому бюджету. Что касается вот того, что сказал Павел Муцукевич про то, почему Байден во время переговоров в Женеве с Путиным не использовал уступку США по северному потоку-2 для решения белорусской проблемы. Я думаю, что Байден увязал этот вопрос с украинским кризисом. Помните, тогда к границам Украины подошли российские войска, и там говорили о возможной новой войне, и фактически уступка США по северному потоку подтолкнула Россию к умиротворению, к отводу войск и так далее. То есть украинский вопрос оказался для США гораздо более важным, чем белорусский. Спасибо, Валерий Иванович. Действительно, это украинский вопрос у нас уже, кстати, у нас сегодняшняя дискуссия уже много раз всплывала. Может быть, это будет хороший повод, может быть, следующее или одно из следующего заседания сперта аналитического клуба, разобраться как раз и белорусско-украинским отношением, и их перспективам, потому что видим, что да, иногда и внутри страны, и вот даже в таких косвенных вещах, казалось бы, диалоги Путина с Байденом, Украина играет, оказывается, в полную-таки важную роль. Ну что, наша сегодняшняя встреча, она подошла к концу. Хочу сказать большое спасибо всем нашим сегодняшним спикерам, которые делились своими мнениями, отмечали на вопросы, всем нашим гостям, которые у нас, как всегда, замечательные, и прекрасно задают вопросы, и вот, как сейчас было прекрасно с Дядем Корушевым, умеют так внезапно, неожиданно, когда вспомнят, вспомнят про социологию, подключаться к дискуссии, и это очень приятно. И спасибо всем тем, кто был с нами, смотрел нас, задавал вопросы, кто будет смотреть эту запись на YouTube. И до новых встреч на заседаниях Экспертного мальтистического клуба. Спасибо всем участникам, до новых встреч.